Дома разрушаются, мусор во дворах не вывозится месяцами, в квартирах сырости плесень. Ответственные лица за свои обязанности отвечать не торопятся, на жалобы жильцов не реагируют. Посмотрим, на что в этот раз закрыли глаза коммунальщики. Пугающие условия жители Новоалтайска боятся жить в своем же доме. Стены в любой момент могут рухнуть. В квартирах давно появились нежданные гости. Караканы, клопы, еще хватает всякой живности. Изучать ботанику можно наглядно. В одном из городских дворов трава выросла размером с человеческий рост. Как теперь восстанавливать этот газон? А был хороший нормальный газон. Эти трещины на стенах и выпавшие кирпичи смущают, пожалуй, только самих жителей. Они уже давно задаются вопросом, не пора ли признать это помещение непригодным для жилья, а еще лучше аварийным. Сегодня этот дом построен еще в 60-х годах прошлого века в прямом смысле разваливается. Взрослые стараются всячески уберечь детей, чтобы тени бегали вдоль стен. Кирпич может свалиться на голову в любой момент. Отопительная система прорывается, течет, все это, видите, кирпичи как, вот кирпичи, вон третий, четвертый этаж, вот видите, как все вымыло. Если маленько, как говорится, тряханет дом, то все будет рушиться. Поэтому боятся даже проезжающего мимо дома грузовика, что уж говорить о землетрясении. Кстати, напоминание о нем с 2003 года здесь осталось до сих пор, его даже подписали. То были маленькие трещинки, а теперь побольше трещины. И она прям до пятого этажа идет? Да, и она вот туда поднимается, вон, видите, под крышей, с под крышей, вот она идет, 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 вот эта трещина. До 2000-х, рассказывают жильцы, это здание было общежитием, затем стало домом гостиничного типа. По крайней мере, так и сейчас, пишут во всех квитанциях. Оплата комуслуг к тому же взимается как за квартиру, поясняют люди. При этом условия внутри пугающие, канализационные запахи повсюду. Вот здесь полно воды, бутылки, закламлено, никто не убирает здесь, никто ничего не делает. Трубы оголенные все, вот здесь вода бежала. Лестницы без пролетов, обшарпанные стены, ржавые трубы. В таких условиях живет больше сотни людей. Они рассказывают, что насекомые уже давно делят с ними квартиры. Караканы, клопы, все, все хватает всякой живности. Жители уже не раз обращались в свое ЖЭУ-1 с просьбой хоть как-то улучшить условия для проживания. Но за 12 лет управление не сменило и перегоревшие лампочки, рассказывают. Что уж говорить о ремонте. Вот в таком состоянии сейчас находится общий душ. Вот такая вот система. Вот тут вот закрыта, тут вот кое-какая дверь. Как могли, сами закрывали. Да, да. Вот здесь вообще все трубы обрезали, здесь трубы обрезали, чтобы не самое. Здесь вот такие вот сляпали и сами жильцы маленько приделали. Вот так моются. В сентябре этого года ЖЭУ-1 складывает свои полномочия в отношении дома. Связаться с управлением даже по телефону обернулось проблемой. С одного номера бесконечно перенаправляют на другой. На доме все-таки есть долг, правильно? Задолженность есть. Ну, я так поняла, что есть долг. Но сейчас сказал, что гасит этот долг. Но надо было работать. Это же все-таки 12 лет. За 12 лет можно было как-то работать с задолжниками. Что-то. Ну, пишут какие-то бумаги, они не реагируют. Но как-то есть другие же меры, законодательные какие-то. Есть же постановления какие-то. Все это решаемо. Между тем невооруженным взглядом видно, что дом в аварийном состоянии. В прокуратуре Новоалтайской жил инспекции края. По словам жильцов, на все жалобы лишь разводят руками. А сами жители боятся остаться под завалами в своих квартирах. Случись что. До этой травы, кажется, и вовсе никому нет дела. Еще немного, и здесь можно будет прятаться от палячего солнца. Жильцы из многоэтажки неподалеку уже обращались в администрацию, но ответа пока не нашли. Поэтому пока что здесь продолжает расти наглядная иллюстрация для учебника по ботанике. Вот он репей, осод, пырей и прочий сорняк. Картина для городской местности не самая привычная, да и эстетики маловато, говорит один из жителей близлежащего дома. Все это было засеяно нормальной газонной травой. Но администрация у нас получается в этом году ни разу не косила. И газон теперь просто превратился, я не знаю как это, заросл. Тут метр, метр тридць высота заросли. И как теперь восстанавливать этот газон? Застройщик многоэтажки, перед окнами которой заросли, на претензии от жителей ответил. Свою часть работы выполнил добросовестно. Дорожки и парковки обустроил, газон засеял. А за содержанием зеленой территории должна следить все же районная администрация. Единственное, до кого смог дозвониться, до секретаря индустриального района, главы администрации. Она пояснила, что в техническом задании наша территория не была прописана. И поэтому в этом году в торгах разыгрались и косить некому. И пока местные жители искали крайнего, трава на четырех гектарах выросла так, что триммером или косой не обойтись. У меня была уже мысль выйти самому, ну сколько, это уже трактором надо косить, а сколько стоит трактор, а нанимать трактор, ну я не могу себе такое позволить. В администрации района нам коротко ответили, что сейчас территорию арендовал другой застройщик, который возводит соседний дом. А значит, работу должен выполнять он. Более детальную информацию заявили, смогут предоставить после официального запроса в пресс-службу города. Что мы и сделали. Продолжение следует...